Городом джаза предстает Нью-Йорк в этих снимках Барри Корнблуха. Некоторые из фотографий он делал прямо из окна своей квартиры в центре города. Саксофонист, возвышающийся над небоскребами, и всемирная торговая башня, отражающаяся в огромной луже на асфальте. А вот для россиянина Андрея Чежина – Большой Яблоко – город небоскребов, которые переплетаются в причудливые орнаменты. В искусстве всегда есть место, особенно в таком большом городе, и это здорово. Фотовыставка «Нью-Йорк» тогда и сейчас – объективная подборка снимков большого города. Она уже побывала в Венгрии, Германии, Франции, США, в Москве, в Самару. Приехали 30 работ 11 авторов – фотографов из Европы, Азии, России, США. Она непосредственно имеет предмет, отсылает к Нью-Йорку, городу искусства, собственно говоря, бесконечно многоликому. Здесь есть разные фотонаправления, начиная от какого-то такого фотореализма 50-х и до каких-то монтажей наших дней. Здесь же – необычные портреты и документальные снимки катастрофы 11 сентября. Выставка демонстрирует разные стороны одного мегаполиса. Мой командир оказался в Нью-Йорке, в конце концов он там жил. Он мне говорил, что он живет в раю. И вот я пришел и думаю, я вижу это раю или не увижу на выставке. Но пока еще не увидел. Нью-Йорком не ограничится. В следующем году в художественном музее планируют представить экспозицию, посвященную новому Орлеану. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Субтитры подогнал «Симон»